Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события, основные новостные посылы и все, что связано с фундаментальным фоном, то, что, по нашему мнению, оказывает самое прямое воздействие и влияние на те торговые инструменты, которыми мы спекулируем изо дня, в день, из недели в неделю. Давайте сразу перейдем к перечню наших традиционных активов. Начнем мы с нефтянки, которые на текущий момент по бренду котируются на отметке 61.46 долларов за баррель. Повторюсь, друзья, что вчера я предложил несколько сделок, как можно войти в трейдинг по нефтянке, если этот сектор вас интересует, с учетом сложившегося новостного фона. Конечно, были две отложки и buy stop и buy limit. Собственно, сработала отложка buy limit и я сейчас вместе с вами в рынке с уровня 60.60. Есть профит небольшой, но он все равно недостаточный, потому что я по-прежнему склонен полагать, что события на Ближнем Востоке могут стать все причины еще одного витка бычьего ралли. Возможно, дождемся мы его уже совсем скоро. Про уровни стоп-лосса пока говорить не хочется, потому что я предан идее именно ожидания всплеска интереса к этому активу. Если что-то изменится с новостным фоном, безусловно, вам об этом расскажу. Ну и может быть, конечно же, моя торговая позиция сейчас несколько диссонирует с той активностью, которую проявляете вы. Знаю, что многие из вас, друзья, нефтянку продают. Но вот, к сожалению, я пока что не могу разделить такую же позицию, потому что, опять же, считаю, что весьма высокая вероятность повторения инцидентов формата, которого мы вот наблюдали в понедельник позапрошлой неделе. Сейчас, учитывая то, что Саудовская Аравия начала полноценную военную кампанию, учитывая подвешенные вопросы действий потенциальных со стороны США и ряда в отношении Тегерана, все это оставляет интерес именно за ближневосточным фоном и рисками, которые могут быть в любой момент реализованы. Я прекрасно понимаю, что очень хочется сейчас, возможно, поставить на снижение цен на нефть, учитывая последние данные по активности производственного сектора, ведущих к локомотиву валютного блока. В целом, по еврозоне, из-за слабых цифр по экономике Поднебесной, все это, конечно же, влияет на темпы мирового экономического роста. Но пока что, друзья, я вижу в этом меньше потенциала влияния, нежели чем вот в том, что может произойти на Ближнем Востоке. Повторяю, что текущая тема центральная – это то, как Саудовская Аравия наверстывает показатели нефтедобычи. По последним данным, уровень производства уже достиг 80% от того показателя, который мы наблюдали до теракта в позапрошлый поиндельник. То есть речь идет о показателе в 9,8 миллион баррелей. И Саудовская Аравия делает заявление систематически о том, что в ближайшие недели производство нефти будет восстановлено вовсе до полного объема. Однако очень много экспертов скептичны в этой оценке, считают, что такого рода заявления – это самые настоящие спекуляции Саудовской Аравии, чтобы прощупать рынок. И достаточно, к примеру, Саудовская Аравия действительно сообщить о том, что прежняя оценка восстановления нефтедобычи была несколько оптимистичной. И на возобновление, точнее восстановление производства в 9,8 потребуется еще несколько недель. Я думаю, что котировки могут очень быстро отреагировать уже ростом. Такой сценарий действительно весьма вероятен, учитывая предстоящие IPO Сауди Арамко. Что касается других активов, доллар-иена 107.66 – это уровни, которые, в принципе, совпадают с тем, что мы видели в ходе позапрошлого дня. Соответственно, я рекомендую, друзья, по-прежнему ориентироваться на то, что может произойти с долларом в связи с макроэкономической конъюнтурой. Это статистика. Сегодня у нас в 15.30 данные по темпам экономического роста за второй квартал. Также в 15.30 выйдут данные по индексу расходов наличное потребление. В частности, по темпам экономического роста ожидается 2%. Я думаю, что реально показатель может быть похуже. Что касается индекса расходов наличное потребление – 1,7% за второй квартал. Тоже думаю, что показатель может быть хуже. Не просто так я сделал акцент на статистику. Сегодня, друзья, у нас есть возможность сфокусироваться именно на перспективах американской монетарной политики и несколько убрать в сторону про запас геополитический фон, который раньше мы обсуждали с точки зрения влияния на иен. То есть, если сегодня данные разочаруют по штатам, мы тут же автоматом должны вспомнить комментарии Джерома Паула о том, что при выходе слабой статистики Федрезерва может занять более проактивную позицию по осмягчению. Поэтому по доллару иене короткая позиция в приоритете. Золото 1510. Вчера мы видели обвал этого актива до 1500 долларов за тройскую унцию и знаю, что очень многих интересовал вопрос, с чем это могло быть связано. Друзья, я тоже задался целью выяснить это, потому что мы фактически были очень близки к нашей цели 1550, но вот, к сожалению, откатили и сейчас, в принципе, восстановились от уровня 1500 до 1510 долларов за тройскую унцию. Я думаю, что лично мне кажется убедительным довод, который я вот нашел со ссылкой опять же на Блумберга о том, что Трамп вчера сделал очередное заявление по ситуации с Китаем, отметив, что сделка может быть заключена гораздо раньше, чем прогнозировалось. Это, в принципе, со знаком молния по Блумбергу прошло. Я думаю, что это оказало влияние на защитные активы, спровоцировав именно их локальные распродажи. Это было заметно отчасти и в облигациях, и во франке, и в йене, но очень сильно в драгоценных металлах. Держим длинные позиции, друзья, потому что все те риски, которые раньше я вам описывал, они по-прежнему останутся доминирующими. Евро против доллара 1.09.62. Мы вот-вот пробьем минимальный уровень 2017 года 1.09.20. Сегодня выступление Драги. Возможно, он сможет подсобить развитию еще большего снижения. В прошлый раз на этой неделе Драги делал акцент на возможность расширения экономических стимулов в виде дополнительного снижения процентных ставок и увеличения программы количественного смягчения. Все это, друзья, реально. И я думаю, что без этого не обойтись на фоне того, что последние данные из недели в неделю и за дня в день, они только охудшаются. Поэтому по евро-доллар короткая позиция в приоритете. Фунт против доллара 1.23.71. В частности, трейлеры продолжают обсуждать возобновление работы правительства и то, как оно отразится на сделке по Брекзиту. Вчера мы разбирали. Я сказал, друзья, что совершенно никак, потому что переговоры ведет Джонсон. Джонсон, в принципе, принял решение и дал добро на то, что законодательная власть вернулась бы к работе. Но Джонсон остается при своей позиции, считая, что Англии нужно покинуть Европейский Союз. Он досрочно вернулся из Нью-Йорка в Лондон. Вчера выступил перед парламентом, отметив, что еще одна идея, ну, точнее, просьба или даже, скажем, проект уже, или полноценный закон, который был принят правительством, обвязывающего просить об очередной отсрочке, он ничего не изменит. Лично Джонсону уже давно, так же, как и аппарату его власти, хочется сфокусироваться на проблемах социальных вопросов, на здравоохранении и так далее. И закончить уже обсуждать вот эти перипетии политического характера в формате Брекзита. Я думаю, что Джонсон держит еще про запас тот самый жесткий ход, который мы с вами ставили знак равно риска для фунта, то, что он выведет Англию из состава Европейского Союза. Фунт снизился, как я уже отметил. Я думаю, что это только начало. Мы ждем пару гораздо ниже. Австралии с против доллара 0,6756, в частности, замедление экономического роста. И данные по уровню безработицы стали полной неожиданностью для участников рынка. Мы ждем снижения процентной ставки уже на следующей неделе. И, соответственно, ждем распродажа австралийца. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.